Брянскую область с рабочим визитом посетила Татьяна Зарубина, главный внештатный специалист по информационным технологиям российского Минздрава. С утра московская гостья посетила несколько лечебно-профилактических учреждений Брянска, где на месте ознакомилась с состоянием дел по развитию электронных очередей, регистратуры и карты пациента. Одними из первых, кто стал внедрять электронные технологии в практику, стали специалисты 5-й поликлиники, что в Фокинском районе. Например, электронную очередь стали монтировать аж в 2006 году. Я как врач-терапевт с электронной карты работаю с августа прошлого года. Конечно, мы имеем большое облегчение в работе, поскольку внедряются новые современные электронные технологии. То есть, не выходя из своего кабинета, я могу посмотреть, у кого был данный пациент. Привязка идет к конкретному данному пациенту, с каким диагнозом он был, у какого специалиста, какие он сдавал анализы, результаты этих анализов. Сегодня врач и медсестра имеют полное оборудованное место для использования информационных технологий. Также я могу пациента, опять же повторюсь, не выходя из кабинета, направить другое, любое лечебно-диагностическое учреждение Брянской и Брянской области. И это тоже удобно для пациента. Также я считаю, и я это вижу реально, экономится время на приеме, на обработку данных. Когда я ввожу все в электронном виде, все показатели его систем и органов, что важно для повторного, например, посещения пациентов, когда он приходит ко мне на второй визит, у меня эти данные все сохраняются. Информационные технологии внедрены и в лабораториях. Теперь аппарат после обработки анализов автоматически вносит данные в электронную карту пациента. Это гематологический анализатор, который определяет гематологические параметры крови. Это общий анализ крови. Это гемоглобины, кашиты, ритроциты, сои и другие показатели. Значит, наш лаборант производит исследование этой крови, затем автоматически данные переносятся с помощью лабораторной информационной системы в единую компьютерную базу поликлиники. Вот на том компьютере это можно посмотреть. С 2007 года информационные технологии регионального здравоохранения стали внедрять и во второй городской больнице, и поликлиники, что в Володарском районе. У нас формируется электронная амбулаторная карта пациента. Врачи-специалисты, как участковые, так и узкие, обеспечены полностью автоматизированы рабочими местами. У нас создано более 82 тысяч электронных записей в амбулаторные карты. У нас формируется как внутреннее направление от специалиста к специалисту, так и внешнее направление в областные лечебные учреждения. Главный внештатный специалист по информационным технологиям Минздрава России Татьяна Зарубина побывала в трех лечебно-профилактических учреждениях Брянска. На итоговой пресс-конференции Татьяна Васильевна рассказала, что здравоохранение Брянской области находится на среднем уровне по внедрению информационных технологий. При этом были отмечены оригинальный путь и хорошие перспективы. Большинство регионов Российской Федерации пошли по пути привлечения фирм-исполнителей из других регионов. Из Москвы, из Казани, из Петербурга и так далее. Брянская область развивает свою разработку, свою систему. И в этом, безусловно, есть масса плюсов. Я считаю, в первую очередь заслуга Департамента здравоохранения. Я считаю, что создана команда, которая реально способна работать вместе в таком непростом деле, как информатизация здравоохранения. То есть, значит, у вас есть директор департамента, который курирует и продвигает, раз. У вас есть руководитель территориального фонда, который тоже продвигает и со своей стороны курирует, два. У вас есть их помощники, у вас есть директор МИАЦ, у вас есть руководители учреждений, которые вызывают массу уважения в этом плане. Кроме некоторой нехватки денег, активному внедрению информационных технологий мешает банальная компьютерная безграмотность медиков. Для этого в лечебных учреждениях устраиваются дополнительные занятия. Лучших врачей, которые работают в основном по электронным записям, Департамент здравоохранения намерен поощрить премиями по 5000 рублей. А вот в клинико-диагностическом центре пошли немного дальше. Я согласен с Владимиром Николаевичем, что необходимы и материальные стимулы, но мы пошли на то, чтобы внедрить требования о безусловном владении компьютерными технологиями в должностные обязанности врачей медицинских систем. И если они не владеют, то просто мы таким специалистам отказываем приеме на работу. Повсеместное внедрение информационных технологий в региональное здравоохранение должно помочь сэкономить время врача и пациента, сократить очереди, повысить уровень диагностики и лечения. А впереди главная цель – полное избавление от потрепанных бумажных амбулаторных карточек и стационарных историй болезни. Время ожидания – три года. Алексей Есипенко, Игорь Винничук, телеканал РЕН-ТВ Брянск.